СОФИЯ ИВАНОВНА Командирование Великой Отечественной было лучше. О таких мелочах София Ивановна говорит гораздо охотнее. А вот о самой войне приходится вытягивать каждое слово. Я окончила в 1933 году медицинский техникум. Как раз организовался техникум медицинский в Чеховце. Ну, это первые выпуски в 1933 году. После окончания техникума София отправилась учиться на экономиста в Ленинград. Началась финская война. Военнообязанного фельдшера Федяеву отправили на фронт. Отвоевав, девушка снова вернулась к учебе. Но ненадолго началась Великое Отечественное. Вместо студенческих аудиторий девушка отправилась на передовую, в пехоту, в полковую санчасть. Перевязку делали. Раненых перевязывали. Приходилось это. Куда в батальоне, так вытаскивать. Сбоя? Да, даже приходилось. Сил у хрупкой девчонки было немного. Чтобы сдвинуть раненого с места, тащила волоком. Когда работаешь, так не думаешь о страхе, а как чуть передышка, я думаю, страшно. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Я только боялась, чтобы в плен не попасть. В 41-м году только война началась. Я была на Северо-Западном фронте. И вот это, под старой росой. Деревню в поле перевязывала раненых. В батальоне была рожь такая. Подбегает ко мне офицерка. Я там немного была так, не знала никого. Что ты делаешь? Я говорю, работаю. Посмотри-ка, я как встала, немцы с цепью идут. Различаю лицо. Он меня схватил за руками в деревню. В деревню только побежали, и тут бомбежка. Как раз. Хорошо, что тут такие небольшие бомбы, зажигательные. И вот меня тут ранило. В 43-м году Софию Федяеву наградили Орденом Красной Звезды. На вопрос, за какой подвиг, София Ивановна ответила скромно. За работу. Наградной лист рассказывает более подробно. Работая в Сан-Роте, товарищ Черкова за время боев с 17 по 26 июля, находясь на передовом медпункте совместно с другими медработниками, оказала помощь двум сотням бойцам и командирам, проявляя большевистскую к ним заботу. За сухими строчками сотни раненых, которых приносили с боя. Всего несколько человек-медиков, бесконечные перевязки, своеобразный конвейер, на котором страдающие от боли люди. Раненых не попросишь подождать, чтобы пообедать или передохнуть, поэтому работали не глядя на время, столько, сколько нужно. Впрочем, бывали на войне часы затишья. Тогда в свои права вступала обычная жизнь. Не знаю, я мужа там нашла. Я старший лейтенант был, он капитан. Ну, познакомились, он предложил мне замуж. Мы договорились, что после войны, что или меня убьют, или его, или там покалечат. Поэтому после войны... Расписались в 46-м году в Варшавском посольстве. Невеста отправилась на регистрацию брака в военной гимнастерке. А экономистом София Ивановна так и не стала. Зато стала сестрой. Ни одной сотни раненых, которых удалось спасти. Сестра, так называли фельдшера, на войне. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться. Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте мойполк.ру Субтитры создавал DimaTorzok